всем привет всем любителям путешествий моего канала аэроведы здоровый образ жизни кто хочет оздоровиться а также любителям индии кирала привет вернулась я с индии были мы 333 недели постепенно я выкладываю видео с телефона и с фотоаппарата вот вы можете это как бы получается сейчас я делаю последнее видео после приезда то что я купила было очень много покупок кирала конечно прекрасное место ну конечно вы должны тоже подготовиться не должно вас шокировать кое-что я так думаю конечно индия переменится лет через 20 30 50 все-таки придется сделать существенный рывок в в охрану окружающей среды потому что если будет такое перенаселение и будут столько мусора то они сами захлебнуться в нем так вот и что же они будут тогда показывать своим детям поэтому они эту проблему проблему решат а мы летели эмирейтс покупали отдельно отель отдельно значит билеты вот такой вот купон дает трифандром трифандром вот так вот длинно определенное название и это столица штата кирала 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 находится на юго-западе индостан индостана континент и континента как это континент или что в общем часть суши пусть индостан будет до огромный континент но часть суши омывается равийским морем киралия то есть около кирала находится прекрасные лакадивские острова я теперь поняла почему туда не пускают туристов в больших количествах тоже индусов тоже туда не пускают потому что там есть что охранять там прекрасные коралловые пляжи тоже прекрасная ураведа но просто по каким-то немыслим ценам был там два раза ричард гир или три раза в отеле бангарам на бангарам острове отдыхают значит там стоит два отеля один для правительства другой значит для туристов прекрасный прекрасный отпуск конечно был но вы должны знать что лакадивский острова остров бангарам агати и по моему кальпене еще есть такой небольшой там отель посещать можно только с сентября где-то с конца сентября снать октября по 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 апрель потому что с мая по сентября аэровиды там нет дайвинга там нет шторма вот а мы возвращались значит эмирейтс эмирейтс возвращались трифандрум трифандрум я хочу сказать такой сайт ну получше конечно пор чем кочин кочине вообще нечего делать ну как сказать и город такой не стоит внимания там ничего интересного трифандрум еще кое-что можно посмотреть там были мы в поте с видео я делала покупках и значит в трифандрум уже в дипаче зона продают есть такой отдел вот этой фирмы такой пакетик не дали но он такой мятый потому что знаете у нас рейс содержал эмирейтс мы вместо десяти вылетели в четыре вечера потом мы оставались на ночевку в в в дубае нам предоставили эмирейтс номер и еду значит завтрак ужин все оплачено было эмирейтс и виза тоже была оплачена ими так значит я дам ссылку на этот сайт там на английском но сначала я duty free там вопрос практически не сразу вам говорю так поправлю так что не сделаю вот так прошу расскажу про duty free счета duty free практически не там только спиртные кстати так забавно в индии спиртную не продается супермаркетах она придет продается отдельно в виноводочных каких-то забегаловках там где увидите толпу мужиков каких-то непонятных вот это и есть виноводочная так что мне с камерой не без сути я ничего не буду перри перри переделывать вот как снимаю так снимаю поток сознания идет я не имею не считая нужным там что-то коррегировать кому надо тот и найдет я такой человек не неси я не считаю нужным что-то там затрачивать огромное количество времени на редакцию редактирование не есть чем заняться дома поэтому тем что я делюсь потом сами находите информацию как говорил профессор у меня был на защите диплома главное это чему учит университет это найти информацию чему они меня и научили в принципе ну в принципе из детства сама умела искать информацию так и вот про трифандрум значит аэропорт мастеркард там не обслуживают ресторанах поэтому имейте виду если вы там застрянете то вы должны рупии иметь потому что рупии там нельзя обменять и будете сидеть голодным нам повезло потому что мы зашли в вип-зону и сказали ну и тут мастеркард нигде им служим мы хотим поесть а извините меня сидеть с 8 утра до 4 вечера пустите нас она говорит ну заходите 1000 рублей с носа и вот за эту цену предоставляет вам 4 напитка значит кофе чая вода сок плюс значит булочка и завтрак но и вай-фай в придачу который слабенький есть куча киосков цены просто сумасшедшие то что я купила например нет я покажу вам потому что я в следующих видео это увидите вот например такое масло которое стоит в потис 150 можно еще на подешевле на те где индусы знают она стоит там 1200 рублей если например такое вот масло до которая покупала там тоже по большой цены или просто там огромные цены на настоящее сандаловое масло она уже стоит 25 евро 25 долларов в аэропорту в качин покупала значит набор масла за 10 евро это было еще на реальные цены я показывал это в плейлисте масла парфюмерия вы можете найти и в принципе ссылку внизу в инфобоксе оставлю кому интересно заходите так вот ну значит я там посмотрел что продают хотела в принципе лакмэй купить косметику но практически ничего хорошего не было и времени в принципе не было но там лакмэй продает в одном киоске по каким-то сумасшедшим ценам тоже и и mastercard не знаю обслуживает или нет по-моему нет вот вот здесь вот в этом киоске значит ну такой приличный значит симпатичный девушка там симпатично она назвала меня вот это такая красивая ты барби ягурта сама красивая у тебя красивые ресницы чем ты пользуешься что-то такие длинного спасибо спасибо она мне сказала а год я пользуюсь своими витаминами но на естественно обманул меня чтобы развести меня на покупку я сказала говорю давай-ка мне дай пожалуйста вот эти проспектики она всегда все это мне дала значит и я изучала их сначала потом зашла в интернет в российский дам ссылку тоже на хорошие значится не сайта как бы там лекарственной травы инди и вы можете прочитать потому что там более интересно и я основываясь на этой информации вот отсюда это на английском и с интернета российского значит накупила себе средства так вот давайте я вторую часть делаю потому что мне звонят